Но сначала о страшной трагедии, случившейся в главном городе на этой неделе. 13 пострадавших в крупной аварии с участием трех автобусов легковушки скорой до сих пор под наблюдением врачей. Четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Одной пациентке даже пришлось ампутировать ногу. Прогнозов медики не дают, просто спасают людей. А вот как удалось спастись многим в тот момент? Ведь смотрите, автобус несется на полном ходу. Шофер будто и не пытается сбавить скорость. Некоторые предполагают, что водитель либо уснул за рулем, либо ему стало плохо, или же у автобуса отказали тормоза. Но пока это только версии. Официальных причин ДТП, в котором погибли пассажирка и водитель автобуса, до сих пор не назвали. О ходе расследования тоже пока ничего не сообщают, но результаты нескольких экспертиз столичный перевозчик пообещал озвучить на следующей неделе. Этот жуткий случай заставил многих ответственных вновь поднять вопрос безопасности общественного транспорта. Этим, в частности, озаботились в Сенате. Ну или сделали вид. Потому что ничего конкретного депутат Георгий Ким правительственным чиновникам не предложил, кроме как ужесточить контроль за пассажирскими перевозками. Стандартное заявление на любую большую трагедию. Но только ли ужесточение мер спасет ситуацию? Что еще нужно сделать, чтобы поездки на автобусах как минимум проходили без стрессов и уж тем более не заканчивались чьей-то смертью? Корреспондент Больших Новостей Игорь Бухтаева прокатилась на общественном транспорте. Каждый день перед выездом водители проходят медицинский осмотр. Им измеряют давление, температуру, кровь проверяют на наличие алкоголя. Особое внимание к техническому состоянию автобусов. Однако для того, чтобы доверить шоферам жизни, и этого мало считают сенаторы. Усилить контроль и ответственность за представителями малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают технический и медицинский осмотр, а также перевозки, пассажирские перевозки. Это предложение от депутатов поступило сразу после страшной аварии в столице. ДТП произошло в начале недели, в самый час пик. Люди как раз ехали на работу, куда столкнулись три автобуса, легковушка и карета скорой помощи. Только что я еле выжил в аварии. Чудом выжил. Вот в этом автобусе я ехал вот там, сидел прям. Тут женщину смяло прям. Не смяло, а она прям. Вот это все на нее навалилось. Погибли два человека. 53-летний водитель и 26-летняя пассажирка. 36 человек обратились к медикам. Даже не знаю. Мне бордюр расширен. И выхожу вскоре вообще в ту сторону. Автобус там. Мне на отдельно так стою. 13 человек по-прежнему находятся в больнице. Четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу. Пройдена ампутация по уровню верхней третьей голени. Но зато тяжелый перелом левой конечности мы застабилизировали. И мы надеемся, что мы левую конечность ей спасем. В день аварии провели пять жизненно важных операций. Некоторым их придется делать несколько раз. Виновником ДТП стал водитель пригородного маршрута, который на полном ходу влетел в стоящий на перекрестке автобус. Из-за чего это произошло, так и непонятно. Транспорт, говорят, был исправен. А шофер перед выездом на линию успешно прошел медицинский осмотр. Казахстанцев это ДТП заставило вспомнить о многолетней проблеме с автобусами. Трагичных историй по всей стране множество. В конце января автобус врезался в забор школы в Караганде. Там же в начале года на пешеходном переходе под колеса угодили двое молодых людей. В результате девушка лишилась ноги. В Алматы несколько месяцев назад полицейские расследовали сразу две аварии с участием пассажирских автобусов. В каждом случае по одному погибшему. В социальных сетях едва ли не ежедневно обиженные, обруганные, пропавшие сигаретами пассажиры делятся видеозаписями. На них водители общественного транспорта, по всей видимости, представляя себя участниками рали, стремятся первыми добраться до остановки. Караганда, час пик, остановка. Мы решили провести эксперимент и узнать, насколько просто попасть к водителю, грубияну или гонщику. Но для начала зайти бы вообще в автобус. Особенно тяжело приходится в часы пик. Попасть в автобус ввать и вовсе невозможно. Нам удалось. Посмотрим, что будет дальше. О чистоте и комфорте речи вообще не идет. Доехать бы до места без происшествий. Но это оказалось единственной неприятностью. Этот карагандинский автобус претендовал на звание образцово-показательного. Водитель не курил, кондуктор не грубил. Бороться с гонщиками и грубиянами пытаются чиновники и руководители компаний-перевозчиков. В Алматы после череды скандалов решили провести курсы этикета для водителей. Переподготовку прошли больше 600 шоферов. Правда, уволили из них всего несколько человек. Но и это, по мнению руководства, отличный результат. Снижение количества жалоб. Люди уже и в соцсетях благодарности пишут. Сами приходят, благодарят. А вот независимые эксперты настроены не так оптимистично. Байбулат Баймахамбет наблюдал за работой 135 перевозчиков. Пришел к неутешительным выводам. Любимая доля перевозчиков не имеет своего транспорта. Они работают привлеченным транспортом. Никто практически не контролирует их работу перед выездом. Согласно закону об автомобиле транспорта, подвижный состав перед выездом на линию должен пройти технический осмотр. Во многих предприятиях к этому вопросу подходит параформально. Есть и другая проблема. Эксперты считают, что руководители автопарков не несут за своих подчиненных ответственности. Тогда, возможно, руководители и будут более тщательно подходить к отбору кадров. В конце концов, везут не дрова, не уголь, а везут людей, живых людей. Чтобы ездить в автобусах было комфортно и не опасно, специалисты рекомендуют обучать водителей. Этикету и технике безопасности. А еще обеспечить шоферам хорошие условия. В советское время работали двейсмены. А сейчас они утром, чтобы попасть к пяти часам, полшестому на работу, встают 4-4-30. Возвращаются с работы в 10-11. Он же не металл, он же человек, он же устает. Слеухан Алибаев тоже устает. В пассажирских перевозках он уже 10 лет. Сначала был кондуктором, а затем, получив права, водил большие грузы. А спустя два года пересел на автобус. Здесь нет такого понятия, как проспать. Люди каждый день ездят. Никто не поймет, если ты заболеешь или уйдешь по делам. У нас очень строго. За нарушение могут уволить. Многие водители просят работать каждый день, потому что за это больше платят. Но в медицинских бланках видно, что ты уже два дня выезжал на рейс. Поэтому тебя отправляют домой. Домой, но уже насовсем, могут отправить многих алматинских шоферов. В городе несколько дней назад появился реестр водителя общественного транспорта. За негативный отзыв на сайте можно попасть в черный список. Пока он еще пуст. Агирин Бухтаева, Николай Корсенченко. Большие новости.